Всем привет! И в этом видео я займусь изготовлением газовой горелки инжекционного типа. В дальнейшем она будет использоваться для плавки алюминия и изготовления деталей для одного долгожданного проекта. Работать данная горелка будет в паре с самодельным горном. Видео с его изготовлением также в скором времени будет на канале. Кому данная тема не интересна, не подписывайтесь на канал, чтобы пропустить. Итак, за основу я взял конструкцию инжекционной газовой горелки из книги «Сожигательное устройство нагревательных и термических печей». Там умные люди за нас уже все просчитали и привели оптимальные размеры всех составных частей. Кому нужно, ссылку на эту книгу оставлю в описании. Важное замечание, все размеры в данной схеме берутся по внешнему диаметру трубы. Для изготовления буду использовать обычные водопроводные трубы трех разных диаметров на 20, на 27 и на 36 миллиметров. Перед началом работы поверхность облагораживаю коралловым кругом. Отрезаю заготовки необходимой длины. Размеры вы можете видеть на экране. Сделать это можно с помощью болгарки, но я воспользуюсь ленточной пилой. Наношу разметку. Для того, чтобы заузить трубу, делаю в ней продольные надрезы. Ближе к краю прорези расширяю диском большей толщины. Полученные лепестки обстукиваю молотком. Если диаметр уменьшен недостаточно, операцию повторяю. Аналогичным образом делаю заужение с другой стороны. Тут из-за большой длины лепестков для обжатия использую хомут. Для придания правильной формы внутрь помещаю головку подходящего диаметра. Когда все выставлено на прихватке, можно приступать к обвариванию. Вот какой вид приобретает деталь после зачистки сварочных швов. Кстати, называется данная деталь диффузор. В нем происходит замедление газового потока. К диффузору привариваю кольцо стабилизации пламени, а также отрезок трубы под названием смеситель. Из листового металла толщиной 1,2 мм делаю конфузор. Внутренние радиусы удобные. Внутри нужно обрабатывать с помощью бормашины и рашпильных фрез. Кому нужно, ссылку на них оставлю в описании. Осторожными ударами сворачиваю заготовку в конус. Конфузор привариваю к смесителю. Для центровки внутрь также можно поместить головку. В качестве заслонки необходимо подобрать шайбу подходящего размера. У меня как раз нашлась такая как надо. К шайбе привариваю гайку М10. Следующим этапом в болте М10 сверлю сквозное отверстие диаметром 5 мм. Выполнить данную операцию можно и без токарного станка. Для этого необходимо болт зажать в дрель, а сверло в тиски. В отверстии нарезаю резьбу М6, туда будет вкручиваться стандартный наконечник для полуавтомата. Сварочный наконечник мне показался слишком длинный и я решил его укоротить. Очень понравилось как работают эти токарные пластинки под цветным металлом. Кому нужно ссылку на них, а также другую оснастку для токарника дам в описании. Из полосы 6х30 делаю кронштейн для форсунки с заслонкой. Для того чтобы согнуть толстый металл, его необходимо хорошо разогреть. Но если греть нечем, вместо гиба можно надрезать болгаркой. Далее согнуть без особых усилий, а после прослабленное место заварить. Радиусную подгонку также произвожу с помощью бормашины и рашпильных фрез из карбидовольфрама. Для правильной работы горелки кронштейн очень важно выставить точно, чтобы джеклер и заслонка были точно в центре. После первых тестов оказалось, что данный кран пропускает газ в районе ручки. Его я заменил на специальный газовый кран на 1,4 дюйма. Для присоединения к нему ранее изготовленной шпильки с жеклером приобрел соединительную муфту также на 1,4 дюйма. Отверстие в ней рассверливаю до диаметра 8,5 мм, а после нарезаю резьбу М10. Перед скруткой все резьбовые соединения обезжириваю. Собирать все это дело буду на анаэробный герметик. Штуцера на 1,4 дюйма в магазине не нашлось, поэтому использую штуцер на 1,2 дюйма совместно с переходником. В качестве жеклера использую сварочный наконечник с отверстием 0,8 мм. Субтитры делал DimaTorzok Жеклёр должен располагаться вровень с началом конфузора. После сборки не будет лишним проверить все соединения на наличие утечки газа мыльным раствором. После изготовления такой горелки многие сталкиваются с проблемой отрыва пламени и нестабильной его работы. В то же время при работе совместно с горным или упором пламени в какое-то препятствие эта проблема не проявляется. Для решения этой проблемы в окончании горелки по окружности необходимо просверлить 6 отверстий диаметром 3 мм под углом примерно 45 градусов по отношению к направлению движения газового потока, а также изготовить кожух из трубы большего диаметра, который будет выступать за пределы горелки на несколько сантиметров. Для плотной посадки посадочное место я немного проточил. Горелка готова, самое время провести испытание. Делал я ее преимущественно для плавки алюминия в горне. Забегая наперед хочу сказать, с этой задачей она справилась. Более подробно сам процесс плавки я уже покажу в следующем видео о постройке этого горна. Так что кому интересно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Для придания более эстетичного вида горелку решил покрасить термостойкой краской. Теперь давайте посмотрим, как работает горелка без горна. Давление газа выставляю около 1 атмосферы. Запаливать горелку рекомендуется при закрытой заслонке. Постепенным открытием заслонки увеличиваю подачу воздуха. Тут можно наблюдать ранее описанную проблему с отрывом пламени и нестабильное его горение. Устанавливаю кольцевой стабилизатор и пробую снова. Как вы можете видеть, работа горелки кардинально изменилась. Теперь пламя горит стабильно и четко реагирует на положение заслонки. При работе сам корпус горелки не греется. Нагрев наблюдается только в районе кольцевого стабилизатора. На этом данное видео я буду заканчивать. Обязательно пишите в комментариях свои замечания, а также мысли о доработке данной горелки. Также напишите в комментариях, будет ли вам интересно увидеть процесс плавки литья алюминия. Если видео вам понравилось и было полезным, то вы сами знаете, что нужно делать. Все ссылки на товары, а также книгу о горелках оставлю в описании. Ну а пока желаю всем удачи и добра! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok